Месяц священного поста Рамадан позади, а это значит, пришло время празднования у Розы Байрам. У центральной соборной мечети города собралось около двух тысяч мусульман. В мечети, рассчитанной на 300 человек, конечно, всем места не хватило, и в основном там остались молиться только женщины. Кроме оренбуржцев к священной молитве на площади присоединились и рабочие, гости из ближнего зарубежья. Сам же месяц Рамадан для мусульман это особое время, чтобы укрепить свою веру в Создателя. Это соблюдение режима и пищи, подготовленная, которая специальная. Вот это, я соблюдаю себя хорошо, чувствую хорошо себя. Сколько вам лет уже? Мне 75. Не тяжело в таком возрасте? Нет, помогает. Удовольствие вам продержаться весь месяц поста? Да, полный месяц, да. Почему удержались? Ради Аллаха это. У нас единственная цель – это ради Аллаха все делать. Впрочем, продержаться месяц на строгой диете под силу не всем. Во время поста без пищи и воды необходимо держаться 19 часов в сутки. Я больной человек, я не смог держать пост. У меня уже возраст такой, я три инфаркта провел. Мне было очень тяжело. Пост я не держал, так как я работаю, у меня физическая работа. И пост мне сейчас держать очень тяжело. Торжественную службу в честь праздника у Роза Байрам посетил Юрий Берг. Он поздравил мусульман области с окончанием Рамадана и отметил, что в этом празднике выражено искреннее стремление верующих к созиданию и добрым делам. У Роза Байрам – один из самых важных праздников в исламе. Отмечается он от одного до трех дней. В этот день мусульмане выплачивают нуждающимся людям обязательное пожертвование, называющееся закят уль-фитр. Также в этот день принято навещать родителей, старших и больных, посещать кладбище, поминая усопших, читая над могилами отрывки из священного Корана и просить Всевышнего об облегчении их участи. Есть высказан Али Абуталибе, который сказал, если живешь, как Бог велит, если не ссоришься, если не ругаешься, если не обижаешься, если не обижаешься. Со всеми у тебя отношения хорошие, это каждый день для тебя праздник. Каждый день. Поэтому я всегда в своих молитвах говорю, что мы так именно старались жить. Тогда будет каждый день праздник. Иван Берд, Дмитрий Примачек. Наше время.